Давайте докажем квадратичный закон взаимности для числа 3 и любого простого числа P, которое больше, чем 3, при помощи суммы Гаусса. Это мне нужно только в качестве учебной задачи. То есть, конечно, в общем виде все точно так же делается для любых двух разных, нечеркных простых чисел по ИКУ. Но, давайте посмотрим. Если нас интересуют корни третьей степени из единицы, то их всего три. Это числа 1, омега и омега квадрат. Вот так вот они расположены на плоскости. Ну, конечно, нас интересует на самом деле вот это число омега. То есть, мы рассматриваем кольцо целых чисел, так называемое кольцо Эйзенштейна, к которому добавлено корень третьей степени из единицы. Очевидно, омега – это число, у которого аргумент равен 120 градусам. У омега квадрат аргумент – это 240 градусов. Омега – это минус 1 вторая после корней из трех пополам. Что такое сумма Гаусса? Надо выписать омега в степени 0 в квадрате, 1 в квадрате, 2 в квадрате и так далее. n-1 в квадрате – это если корни одной степени. Здесь у нас, собственно, всего-то омега в нулевой, омега в первой и омега в степени дважды 2, то есть 4. Это то же самое, что 1 плюс 2 омега, то есть это и корни из трех. Посмотрите, если умножить это на 2 и прибавить единицу, получится и корни из трех. Замечательно. А теперь, в чем идея? Почему здесь вот так замечательно использовать сумму Гаусса? Мы возводим сумму Гаусса в пэтую степень. Сумма Гаусса – это 1 плюс 2 омега. Когда возводишь любое число в пэтую степень, то из-за того, что число сочетаний, кроме двух крайних единиц, делится на п, по модулю п это то же самое, что он свести каждый слагаемый. Будет единица плюс 2 в пэтой, омега в пэтой. Ну и вилейского года можно было написать здесь 1 плюс омега плюс омега, и тогда просто каждый слагаемый он свести в пэтую степень. Ответ все вот такой. 1 плюс 2 умножить на амега в пэтой степень. Замечательно. Возвести в п минус первую степень еще легче, потому что мы знаем, чему равен квадрат этой самой Гауссовой суммы. И в квадрате минус 1 корень 3 в квадрате 3. Поэтому в п минус первой это будет минус 3 в степени п минус 1 и пополам. Ну и в общем у нас все получается. 1 плюс 2 омега в пэтой, как мы там уже видели, это 1 плюс 2 омега в пэтой степени. То есть это 1 плюс 2 омега умножить на 1 плюс 2 омега в п минус первой степени. В п минус первой это значит минус 3 в степени п минус 1 и пополам. 1 плюс 2 омега это и корень из трех. Теперь разбираем вас лучше. Если п сравнимо с единицей по модулю 3, то омега в степени п, помните, омега это был корень 3 степени, то есть омега в кубе это единица. Это то же самое, что 1 плюс 2 омега. То есть это и корней из трех. Замечательно. И вот это вот сравнение превращается в такое, в левой части и корней из трех, в правой части и корней из трех умножить на, смотрите, минус 1 в степени п, помните, пишем, а 3 в степени п, помните, пополам, по критерию Эйлера это символ 3 по П, символ длижанра 3 по П. Замечательно. Если п сравнимо с двумя по модулю 3, то, в общем, то же самое, только там, где была омега в степени п, мы должны написать квадрат, потому что омега в кубе это единица, соответственно, когда возводишь степень на еще статус 2, поделить на 3, это будет то же самое, что в квадрате. А 1 плюс 2 омега в квадрате это минус и корней из трех. Замечательно. Получается то же самое, что здесь, только с минусом. И это сравнение омега в кубе. И у нас получается, что символ 3 по П, это есть произведение чего? Вот этого. И плюса, если П сравнимо с единицей, и минуса, если П сравнимо с двумя. То есть символ 3 по П, это есть единица, когда П дает остаток 1, и минус единица, когда П дает остаток 2, это и есть символ длижанга П по 3. Ну вот, осталось, собственно, понять, что если вверху мы напишем 3 минус 1 пополам, то мы получим как раз классический вид, стандартный вид кубатического законного взаимности для двух нечертных чисел П и П 3. Вот так работает сумма Гаусса в конкретном случае, когда у нас корни третьей степени из единицы.